Автоматы со специализированным кормом для уток установили на Келарской набережной, а также в парках Скидские пруды и Покровский. На Келарке большая часть пруда еще подо льдом, и птиц здесь совсем немного. Чтобы поддержать пернатых, на набережной установлены вендинговые автоматы, где помимо кофе и снеков можно купить и специальный корм для уток. Среди других товаров утиный корм удается увидеть не сразу, но частые посетители набережной легко его находят. Хотя на хлеб птицы бросаются охотно, эта еда вредна для них. Гораздо полезнее различные крупы, но в силу привычки до сих пор многие кормят птиц, чем придется. Некоторые жители даже приносят из дома остатки своей еды. Какой-нибудь плов, какой-то, может быть, первый блюдо, борщ. Все это вываливают на дорожке парка. Все это, конечно, недопустимо загрязняет, и утки это не едят. То есть какая-то соленая, перченая пища им вообще вредна и противопоказана. Противопоказан черный хлеб, заплесневевший любая еда. То есть с плесенью это приводит к заболеваниям птиц. В парке «Скидские пруды» установлен автомат, где корм для уток не соседствует с другими товарами. Здесь он пользуется популярностью. Приобрести корм просто. Есть как наличный, так и безналичный расчет. Главное, эта еда точно пойдет уткам на пользу. Возможно, поэтому и птиц здесь гораздо больше, чем на келарке. В вендинговых аппаратах продается сухой овес, расфасованный, где клетчатка у него около 10%. Остальное полнотелое зерно, которое, в принципе, прекрасно переваривается утками, другими птицами, тут и голуби. Насыпать корм рекомендуют на лед или прямо в воду. Овес подолгу не тонет, и собирать его с поверхности водоема уткам гораздо проще, чем с земли. Татьяна Мельникова, Антон Каврижных, программа «События».